Дорогие друзья, это не первый мой круиз. И если вас интересует, как вообще попасть в речной круиз, как выбрать теплоход, как сделать это так, чтобы круиз вам запомнился надолго, то поищите информацию в YouTube. Есть такой канал на YouTube, называется он Круизер. Именно с него начались мои круизы, когда я посмотрела несколько обзоров с этого канала. Да, девочки, ну это, конечно, нечто. Человек делает обзоры со знанием дела. Вам там расскажут и про теплоходы, и про то, в каких каютах разместиться, и про все плюсы и минусы, и про класс теплоходов, и сравнят их между собой. Ну, в общем, канал на самом деле очень содержательный. Он нравится не мне одной, но канал такой специфической направленности, поэтому, знаете, вот его так просто в поиске, это неразвлекательный как бы канал, и поэтому он в поиске сразу не выскакивает. Но если вы зададитесь целью найти такую нужную информацию и ценную своей именно прикладной направленностью, то я вам еще раз рекомендую, я вам оставлю ссылочку в комментарии, в самом первом закрепленном. Не поленитесь, пройдите под видео и посмотрите. И там будет ссылочка на этот канал. Я просто уверена, что вам эта информация поможет. Подана она очень просто. Думаю, что вы помянете меня добрым словом за такую прекрасную ссылку. Алексей Толстой швартуется. Девочки, вот в прошлом году летом мы на нем плавали, тоже, кстати, путевки брала с помощью канала Круизер. У него там круизное агентство есть. Ну, то есть, это не просто ютубер, ну, вот такой, как я, блогер, который просто плавает и там рассказывает про это. Там есть полноценное круизное агентство. И под каждым видео есть ссылочка. Вы можете пройти по ней и купить круиз со скидкой. Так же, как сделал это я, Алексей Толстой. В прошлом году мы на нем были. И у меня есть целая серия видео об отдыхе на нем. Так, а почему он музыку не включает? У него такая музыка хорошая. Может быть, уже он проиграл, а я не слышала. Девочки, так он швартуется четвертым к нам. Вот оно что. Он будет четвертым, судя по всему, наверное. Ну, а пока предлагаю посмотреть вам видео о моих путешествиях. Я зашел вместе с Саратов. Я зашел вместе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сын у меня здесь на практике работает. И я решила посмотреть, где работает моё дитё. Купила путёвку. И мы три дня шли в Ростов через шлюзы. Так мне понравилось. Да он тихий. Девочки, знаете, почему он тихий? Потому что вода вообще неподвижная, как по озеру. И он же узкий. Получается, что берега близко. И вот там утром цапли, птицы, всё это взлетало. И шлюзы, они вообще сами по себе красивые. Ну, в общем, меня это, конечно, впечатлило. И с тех пор я стремлюсь попасть в круиз. Ну, вот видите. Получается, наши два теплохода идут. Сначала Невский шёл впереди, потом мы его обогнали. Теперь вот он нас догнал. Вот такая история. Гонки на воде. Курица Пуришская, по которой исчезли в эту квалификацию. Эта улица называлась раньше Армянской. Потому что здесь жили Армяне. Пешеходная, пешеходная. Вот так улица. Город Саратов расположен на горах. Мы будем всё время с вами вверх-вниз. И надо немного стереться. Вот впереди. С правой стороны. Знаете, и с правой стороны вот этот памятник не давно пришёл. Девочки, нас привезли в центр. Разница во времени. В общем, стали люди выяснять. Стали люди выяснять, что мы на теплоходы поставим. Это исторический центр. Так, слушаем экскурсию. Здесь есть парк. Но, по-моему, мы туда не пойдём. А может быть, пойдём, девочки. Парк Липки. А нас сейчас подвели вот здесь церковь. Вон стоит наша группа. Так, мне не потеряться вот за этим памятником. Это консерватория. Консерваторию, в общем, её построили. Жителям не понравилось. Сказали, что это элеватор. И затем здесь пригласили архитекторов, которые её преобразовали. Построили вот эти готические башенки. Окошко сделали. Я бы вот по этой улице прошла. Но мы стоим на месте. Ждём, пока время выйдет, чтобы нас завели в музей. Вот про церковь рассказывают. У меня же гарнитура на шее. Вот, видите, наш турист. Поэтому я могу отойти. И всё слышно. Взяли по улице, прошли. Стоим, как эти. Вот здесь было здание. Его снесли и построили на месте фонтан в 70-е годы. Нарушили симметрию. Вот здесь такие тоже красивые, видимо, было что-то такое. Ну, вот девочки, Саратов. Мы возвращаемся в автобус. И, в общем, у нас сейчас ведёт музей Федина. Вот, честно, я не хочу, к музею. Там 40 минут. Я бы лучше Саратов в улице посмотрела. Если там что-то интересное есть рядом, историческое, я туда пойду. Все автобусы подписаны. То есть, вот написано, видите, группа номер 2. С посещением музея Федина. То есть, нам сюда. Девочки, ну, я отделилась от группы. Я не хочу идти в музей Федина. Экскурсия будет 40 минут. Я хочу в Саратов посмотреть. Вот, как-то неправильно я выбрала экскурсию. Но 40 минут терять не хочется. Смотрите, какой здесь парк красивый. Я запомнила из того, что нам рассказала экскурсовод. Во-первых, что Саратов, девочки, Саратов – это город на горах. Раньше он был на другом берегу Волги, на противоположном. Потом там всё выгорело. И его перенесли на правый берег Волги. Я усиленно вспоминаю, где у нас слева, где право. Вот. И Екатерина II. Здесь было дикое поле. Для того, чтобы заселить вот эти пустующие земли, когда они отошли к России, и то она выписала в первой партии больше 20 тысяч иностранцев из Европы. А здесь до этого жили старообрядцы. Я могу что-то напутать. Ну, в общем-то, вот так. Жили старообрядцы. И вот так как... Сейчас. Девочки, так как с Европы те люди, которые уже имели там какой-то бизнес, жили хорошо, понятно, что в Россию не поедут, то сюда приехали безземельные. В общем, так, мягко говоря, не пойми что. В общем, они приехали сюда. С условием, что они будут заниматься хлебопашством, то есть сельским хозяйством. Им была выдана суда, не помню какая, но в общем, чтобы они могли себе построить дом, наверное. Ну, я не могу столько цифр сразу запомнить за один момент. В общем, вот. И стали вести себя, соответственно, тому, кем они являлись. И старообрядцы, в общем, они стали возмущаться, кого вы нам сюда понавезли. И для них здесь организовались свои, как бы, колонии. Немецкая колония, там еще какая-то колония. В общем, вот. Изначально Саратовская область, я так понимаю, заселили. Здесь были свои люди, но в то же время было много иностранцев. Так, улицы, которые шли от Волги вверх, это называется Взвозы. Их было тут несколько штук. Ну, что еще? И вот здесь очень хорошо пахнет. Длинный цветник. Вы знаете, на маленькой территории, посмотрите, сколько всего насажено. Жасмин. У меня есть жасмин дома. Девчонки, у нас морозы были, все померзло. Девочки, ну вы поняли, да? Я тут пропаганду веду, показываю, как хорошо в круизах. Но на самом деле я занимаюсь пуховыми изделиями. Посмотрите, какая прелесть. Девчонки, ну я не знаю, про пуховые изделия я вам, конечно, поставлю видео, потому что они очень красивые. Такие же красивые, как вот этот цветник, который вы можете видеть. Грустно ли, весело, не будем вместе мы, белым качну я крылом. Много ли, мало ли, о чем мечтали мы, смоет о сене дождем. Мало ли, много ли, днями, тревогами я настаю на своем. Вынесу, выстою, песню свою спою, но не с тобою вдвоем. Сильная, смелая, как лебедь белая, я становлюсь на крыло. Сложно ли, просто ли, зима, бьет с нами все, что болело прошло. Разбил кто-то, это прям, знаете, человек с хорошим вкусом. Ландшафтный дизайнер, вне всякого сомнения. Посмотрите, какая красотища. Вот просто здесь, находясь, не заходя в музей, Федин, это писатель. Вот, посмотрите, какой пион необычный, правда? Мне нравятся вот такие, как вам сказать, не набитые, а вон роза. И вон то, я не знаю, что цветет, не знаю, что за розовый кустик. В общем, вот. И я здесь дождусь группы, она будет отсутствовать 40 минут. Сейчас перейду дорогу. Вон там фонтаны, и здесь вообще дорога вниз, к Волге. Может быть, стоит спуститься, чтобы посмотреть. Главное мне не отстать от группы. Девочки, посмотрите, какие пионы шикарные. Я нашла такие шикарные пионы в Саратове. У них нас Турция растет, а у нас нет. Девочки, я Слагоградской области, кто не знает. Вот, живу в степях. Ой, какая прелесть. Посмотрите, какие хвосты. Шикарные, такую хочу себе. Вот хвост у меня будет расти. Вот такая у меня, по-моему, есть, кажется. Девочки, посмотрите, какой лилейник. Восторг души. Травки, злаки. Ну, я говорю, кто-то этим занимался. Прям такой человек, который знает современные тенденции. Честно говоря, к тем фонтанам мне не хочется, потому что они на солнце. Взяли бы дерево какое-нибудь посадили. В общем, вот, девочки. Пойду я, наверное, все-таки в здание. Здесь некуда пойти. К Волге не пойду, боюсь заблудиться. Пойду сейчас группу догоню. Скажу здрасте, я отстала. Как вы думаете, меня впустят? Здравствуйте. А тут группа с теплохода зашла. Я отстала. Можно догнать ее? Откуда она пошла? На вторую часть, понимаете? Спасибо. Впустили. В 19 веке у Саратова была репутация провинциального, пыльного, рыбного городишек. Но все меняется. В 1838 году начинают ходить пароходы. В 1871 году поезда. И постепенно Саратов развивается. Это трудно поверить, но по переписи населения 1897 года Саратов занимает третье место по всей стране. По промышленно-разовому показателю, экономически-разовому показателю Саратов занимает четвертое место, уступая лишь столичным городам и Хайклу. Однако по производству муки Саратов занимает лидирующее первое место. И как вспоминал сам Константин Александрович, Саратов, кроме того, что в семье их называли волну столицы положья, город был отставных генералов, царпинки и мучных королей. А отправиться в путешествие в прошлое нам поможет копия с картины Дарьевы Докровойского и Кослава и Саратов со стороны Волги. Девочки, ну в общем, мне вообще не понравилась экскурсия. Вы что хотите со мной делаете? Что это? Стояли на площади, четыре угла площади посмотрели, рассказали про консерваторию, про церковь. Мы там долго стояли. Потом смотрят, время есть до музея, чтобы попасть вот в этот музей. Там экспозиция, какой был Саратов, какой стал современный и все такое. И здесь, ну слушайте, я не знаю, нефейден хорошо, писатель, вел какие-то произведения есть, мало. Ну хорошо, очень известный. В общем, я считаю, что три часа вот эти можно было с большим толком провести в Саратове. Мы взяли бы, я не знаю, тут архитектура, все-таки старые здания, по набережной поводили на худой конец. В общем, я недовольна. Не знаю, сколько стоит экскурсия. У нас включена. И вот там не посидишь, там жарко. Ну, в общем так, а так, город красивый, хороший. Жалко, что не смогли его преподнести. Но несколько фоткой все-таки сделала. На ваше усмотрение. Не берите эту экскурсию. Вообще не рекомендую. А вот фонтанчики красивые. Смотрите, голубям жарко. Голубик и пакса, оказывается, любят. И вода, цвет очень красивый. Люди вот с городовой инстаграфируются. Видите, какой сейчас такой большой городовой. У нас осталось 15 минут до отправления теплохода. И мы заехали в церковь здесь прям сразу за речным вокзалом. Храм стоит большой очень. Вот видите, здесь такая красота. Прям быстрее, быстрее, бегом, бегом. Потому что народ у нас переживает, что корабль без них уйдет. Такое, кстати, возможно. Но у нас человек 6 на автобусе осталось. Ну, очень красиво. Территория, конечно. Ой, а пахнет как... Хвои какой-то пахнет. Или не пойму чем. О-о-о. Красота какая неописуемая. Смотрите. Даже пруд есть. Вообще, конечно, это очень хорошо. Когда у храма делают вот такую прилегающую территорию. Посмотрите, тут даже рыбки плавают. Девочки, мостик. И все это вот на территории храма. Конечно, это популяризирует веру. С этим даже спорить никто не будет. Стоп, мы дальше не пойдем. Хорошо. Девочки, ну вот просто молча. Мы явились на борт. Буквально за 15 минут до отплытия. Вон, видите, мальчик уже бегает. Отцепляет швартову. Все пошли обедать. А я, так как я знаю, что вы ждете от меня видео. Так, заскочил. Все, поехали. Я вам снимаю отплытия из города Саратова. Девочки, как все было, я вам сейчас расскажу. На улице жарко. Стало жарко буквально за несколько часов. Ну а теперь смотрите, как прошел наш день сегодняшний в Саратове. Саратов, бога плещет волной. Саратов, бога плещет волной. Важно и красиво, гордо и неторопливо. Так удобно отчалил теплоход. По речной воде пройдемся. Берегов мечты коснемся. Романтичный теплый вечер. Удивительные встречи. Все вокруг роскошно, как всегда. Я знала, что у меня в каюте нет холодильника и нет телевизора. Но я думала, что это из-за того, что у меня каюта одноместная. Ну, может быть, поставить некуда было. Так, оказывается, весь наш теплоход нет в каютах ни холодильника, ни телевизора. В любой каюту, в какую ни зайди, этого нет. Ну, то есть, понимаете, если бы я изначально изучила услуги, предоставляемые на борту, я бы про это знала. Но мне, в принципе, это вообще не принципиально. Мне не нужен ни холодильник, ни телевизор. Но для тех людей, кому это важно, естественно, нужно полностью изучать и сам круиз, и теплоход, на котором вы собираетесь плыть. И вот те люди, которые сели на борт, они, например, рассказывают, что на некоторых теплоходах, например, питание проходит в две смены. Потому что ресторан маленький, а вместимость теплохода большая. И они едят в две смены люди. То есть, понимаете, когда вы покупаете круиз, все эти вещи нужно знать. Где это можно узнать? Это можно узнать у специалистов, у тех людей, которые знают про теплоходы почти все. И вот здесь особенно актуальна становится та ссылочка, про которую я вам говорила в самом начале видео. Канал Круизер. Набиваете в поиск и смотрите его видео. И вы станете гораздо более информационно подкованно в плане круизов. Сможете выбрать себе то, что вам нужно. Я сейчас лежу в каюте. У меня под подушкой лежит вот эта бутылка пива. Потому что нет холодильника. У меня, кстати, и открывашки тоже нет. Я пойду на ресепшн спрашивать открывашку. Хочу на ужин все-таки попробовать. Вот их местное пиво только-только с завода. Вот так, девочки. Та ссылочка про козий пух и про платки, которую я вам также оставила в середине видео, это на самом деле правда. Мы на самом деле и я, и мои подруги много вяжем. И вяжем мы все. Начиная от пальто, заканчивая носками, нижним бельем, трусами, какими-то тельняшками, жилетами, шапками, варежками, перчатками. Все это вы сможете заказать. Опять же, пройдя по ссылке в закрепленном комментарии, у меня есть группа в Телеграм, у меня есть группа в WhatsApp, у меня есть целый плейлист на YouTube, где я показываю все эти вязаные вещи. Вы можете выбрать все, что вашей душе угодно, круглогодично, и теплое пуховое одеяло, и пледы, и, конечно же, совершенно шикарные платки. И в том числе двунитку из чистого пуха, без всякой основы, которую я делаю сама лично. У меня есть собственные козы. Девочки, мы живем в Волгоградской области, это, как известно, родина тех самых знаменитейших коз, которые дают великолепный пух. Кстати, вот такая сыночка, которую я сейчас вяжу, привязываю к ней каймой. Это связано из пуха моих коз, которые я сама пряла. Вот таким образом мы тут развлекаемся в круизе. Девочки, если вам нравятся мои видео, пожалуйста, ставьте лайк, ну, для того, чтобы как можно больше людей их увидело. Просто не ленитесь, ну, пройдите в комментарии, напишите свое мнение. Мне будет приятно, когда я буду видеть от вас отклик, когда вы напишите, нравится вам то, как я освещаю свою поездку, либо не нравится, как я освещаю свою поездку. Мне в комментариях пишут, сходи туда, покажи нам культурную программу. Кстати, я еще не знаю, как здесь развлекают. Девочки, за окном гром, слышите? Обещают дождь. Сегодня у нас, кажется, 7 июня, мы идем в Болгар, затем Казань, техническая стоянка, и скоро мы будем в Перми.